Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые студенты. Меня зовут Лузанов Виктор Александрович. Сегодня мы с вами переходим к изучению раздела «Политология» модуля «Социально-политические знания». Итак, сегодня мы ознакомимся с первой темой «Политология как учебная дисциплина». Эту тему я разделил на два блока. Начнем изучение с блока номер один. Итак, «Политология как учебная дисциплина», автор Лузанов Виктор Александрович, кафедра истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Казахского университета технологии и бизнеса. Как я уже говорил, начнем изучение темы «Политология как учебная дисциплина», раздел «Политология» модуля «Социально-политические знания». Итак, разделим нашу тему на два блока. Блок номер один – «Общие методологические основы политологии». Учебные вопросы к рассмотрению, которые предлагаются, это «Политология понятия», «Определение политики как общественного явления», «Структура политики и основные модели объяснения ее природы», «Функции, классификации, уровни постижения существования политики», «Предмет и метод политологии». Рассмотрим этимологию термина «Политология». Во-первых, «Полис» – это город, государство античного мира. «Политикос» – все, что связано с деятельностью города и государства, системой его управления. «Политес» – гражданин, «Политейе», «Конституция», «Политики», «Государственные и общественные дела». «Политика» – термин получил распространение под влиянием трактата известного древнегреческого ученого Аристотеля о государстве под названием «Политика», который он рассматривал как искусство управления государством. «Политика» – искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать пользу из всего, даже из того, что… «Логос» – вторая корневая основа – это наука и учение. Также под термином «Логос» в древнегреческой философии обозначали некий всеобщий закон, вселенный закон разума. Значение «Политология», то есть цель курса нашего раздела «Политология» – модуля «Социально-политические знания». Познавательная цель обеспечивает условия обучаемыми в системе политического знания современного образованного человека, способного ориентироваться в современной социально-политической жизни в интересах профессиональной деятельности. Функция, которая достигается с помощью решения этой цели – гражданское воспитание, подготовка студента к выполнению роли гражданина, участию в жизни общества, к применению цивилизованных форм преодолевания социально-политических конфликтов. Возникновение и развитие политической науки. Первый этап посвящен античности, значит, античной Греции и Риму. Второй этап посвящен XVI-XIX векам нашей эры. Третий этап – это XX век по современное время. На первом этапе выделяется генезис «Эволюция идей, взглядов о политике и государстве в системе философских и других знаний об обществе». Во втором этапе идет обобщение, систематизация, оформление собственного политического знания. Третий этап – институализация политической науки как самостоятельной отрасли социально-гуманитарного знания, первое явление ее как учебной дисциплины. Понятие политики. То есть политика на уровне массового сознания определяется как. Здесь есть подборка. Давайте, значит, рассмотрим. Первое – участие в делах государства, определение форм, задач, содержание его деятельности. Политика – это характеристика образа действий, направленных на достижение определенных целей в отношении людей между собой. Политика в истории – виды, намерения, цель и образ действий. Представители их приближенных, нередко искусственно скрываемые ими. Политика также представляет собой деятельность в сфере отношений между большими социальными группами, связанными регулированием интересов путем использования политической власти. А также политика определяется как совокупность вопросов или событий текущей государственной или общественной жизни. Определение политики в научной литературе. Марксистский подход определяет политику как отношение, включающее согласие, подчинение, господство, конфликт и борьбу между классами, группами, интересами и государством. Известные российские исследователи, такие как Пугачев и Соловьев, определяют, что политика – это деятельность социальных групп индивидов по осознанию, представлению своих противоречивых коллективных интересов, выработке обязательных для всего общества решений, осуществляемых с помощью государственной власти. Определение следующего характера, то есть взятое из большого энциклопедического словаря, что политика – это сфера деятельности, связанная соотношением между социальными группами, сутью которой определяется форма и задача содержания деятельности государства. Политологический словарь дает нам организационную, регулятивную, контрольную сферу общества, основанную на системе таких же сфер, как экономическая, идеологическая, правовой и религиозной. В этом суть политики. В различных учебных пособиях также встречается, что политика – это феномен тождественной понятия политическое, господство, власть, государство. Также политика определяется как явление, реализующее через функции управления, поддержания, порядка, сохранения внутреннего и внешнего мира и наоборот – ведение войны, контроль общества и человека. И также определение политики дается как действие, целенаправленное на достижение определенного результата. Структура политики. Значит, одно из наиболее широко распространенных делений и критерий на политике – это разграничение в ней. Первое – это формы политики, то есть ее организационная структура, в том числе система правовых и организационных норм, придающая неустойчивость и стабильность, позволяющие регулировать политическое поведение людей. Второе – это значит содержание политики, выражается в ее целях и ценностях, в проблемах, которые она решает, и мотивах, и механизмах принятия политических решений. Третье – политический процесс, реальный характер политической деятельности, отношения различных социальных групп и индивидов. Элементами политики выступает политическое сознание, которое характеризует зависимость политической жизни от основного отношения людей к своим властным, значимым интересам. Политические отношения выражают устойчивый характер взаимосвязи общественных групп между собой и институтами власти. И также элементом политики, получается, выступает у нас институт политической борьбы. И последним элементом выделить можно политические идеи, то есть это программы, избирательные платформы партии, целевые установки групп интересов и различные политико-правовые нормы. Основные парадигмы или модели объяснения природы политики – социальное признание общественного происхождения и природы политики. Политика выражает классовые интересы, это как марксистская парадигма. Политика выражает интересы субъектов политики – парадигма Макса Вебера. Натуралистическая модель или парадигма природа политики вытекает из влияния внешней природной среды – географическая парадигма, свойств живой природы – биологическая парадигма, качество самого человека – антропологическая парадигма. Рационально-критическая модель – политика объясняется не внешним по отношению к ней факторами, а ее внутренними причинами, свойствами, элементами. Теологическая парадигма – происхождение политики объясняется сверхъестественными факторами. Экономическая парадигма – происхождение и суть политики определяется доминирующим влиянием экономики. Классификация политики по сферам общественной жизни выделяет экономическую, социальную, национальную, научно-техническую, экологическую, культурную и военную. По уровню организации – мегаполитика, макрополитика, мезополитика, микрополитика. По объекту взаимодействия – внутреннее и внешнее. По целям – политика нейтралитета, политика национального примирения, политика открытых дверей, политика большого скачка, политика компромисса, политика выживания. По субъектам партии, общественной организации и государства затрагивают эти сферы политики. Уровни постижения политики. Выделяют три уровня постижения политики. Обыденный гражданин при данном уровне сознает первичный фоновый облик политики, который позволяет ему приспосабливаться к политически организованному сообществу, находить совместные с собственными целями способы взаимоотношения с властью, с государством. Обыденное сознание рисует естественную картину политики на основе индивидуального, эмпирического опыта и традиционно сложившихся идей и стереотипов. Научно-теоретический уровень постижения политики – форма абстрактного мышления, с помощью которого человек выстраивает в своем сознании представление о внешних и внутренних связях политики на основе обобщения, систематизации не индивидуального, а интегративного, группового и универсального опыта. Специфика состоит в рационально-критическом осмышлении политической действительности, создании такой картины мира политики, которая описывала бы, объясняла данное явление в целом. Технологический уровень служит качественной разновидностью научного сознания, формирующейся для решения конкретной политической задачи, представляющей науку как особое искусство, ремесло, мастерство, существенно влияет на методы формирования, развитие такого рода знаний, способных, способы их организации и формы их воплощения. Уровни существования мегаполитики – примеры. Мега-уровень деятельности международных организаций – ООН, НАТО, ОСЕАН. Макро-уровень государства как целое – публичную и принудительную власть, ее устройство в центре на местах. Мезо-уровень – это территории, регионы, страны. Микро-уровень – отдельные организации, партии, профсоюзы, корпорации, фирмы. Политика и мораль. Политика и мораль – различия. Политические и правовые нормы устанавливаются государством, как закон, обязательный для всех, предполагает принуждение. Политические и правовые нормы более детализированы и специализированы для конкретных участников политической жизни, определенных ее состоянием. Политика обращена к общественным групповым интересам, поэтому прямо не выражает индивидуальных потребностей. Политика и мораль общие. Относятся к сфере социального выбора, поэтому подвижны и изменчивы. Второе – являются нормативными регуляторами поведения людей. Третье – относятся к наиболее ранимым регуляторам общественной жизни. Политика и мораль – различия. Нормы морали складываются на основе представлений о добре и зле, не закрепляются нормами, а существует сознание людей и их внутренних убеждениях, повинуясь силе общественного мнения. Второе – нравственные нормы выступают в виде обобщенных правил поведения, свойственных для всех ситуаций. Третье – мораль, разновидность индивидуального регулирования с помощью наиболее общих правил поведения. На этом первый блок темы политика, политология как учебная дисциплина, раздел «Общие методологические основы политологии» завершен. Мы продолжим изучение темы политологии как учебная дисциплина с изучением блока номер 2, который будет посвящен предмету и методам политологии. Спасибо всем участникам за внимание. Встретимся на лекции, посвященном второму блоку.